Курник, бифстроганов, винегрет и не только. В столице прошел кулинарный мастер-класс русской кухни. Мероприятие приурочено ко дню народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября. Организатором мероприятия стал русский дом в Минске. Мы выбрали в этом году такой необычный и неожиданный для многих участников формат для того, чтобы подчеркнуть и создать условия для объединения. А что может быть лучше для объединения, чем совместная деятельность людей, особенно по приготовлению вкусной еды? Гостей мероприятия разделили на 4 команды, каждая из которых готовила свое блюдо. Приготовление происходило под чутким руководством профессиональных поваров. У нас сегодня курник, у нас сегодня бифстроганов с картофельным пюре, с щучьей котлетой, с гречкой и грибами. Эти блюда были выбраны, потому что аналогов в мире больше нет. И вот эти блюда идеально отражают вкус России. Наши конкурсанты полностью приготовили этот пирог-курник. Большинство людей было очень сильно удивлено то, что мы внутри прослаивали блинчиками тонкими. Для них это было прямо удивление. Но, так сказать, были конкурсанты те, которые уже с опытом, это наши народные хозяюшки, бабушки, они уже знают этот рецепт очень хорошо, поэтому они даже чему-то научили меня. Помимо самого мастер-класса, гости мероприятия принимали участие в кулинарной викторине. Мы пригласили на мероприятие наших друзей из Республики Беларусь, представителей сферы культуры, представителей профсоюзов, спорта. Также здесь присутствуют соотечественники, проживающие в Беларуси. Мы готовили котлеты из щуки. Было очень интересно. Повар нам показал, что можно добавлять мед, чему я была очень удивлена. Такой формат, основанный на непосредственно традициях, традициях кухни, традициях искусства, традициях даже нашего межкультурного общения, является наиболее приемлемым и самым живым. Поэтому безумно приятно находиться сегодня здесь. К слову, активное участие приняли и самые юные гости мероприятия. Для них провели мастер-класс по приготовлению пряников. Это очень сложно. Для меня было несложно, потому что я только раскатывала тесто и вырезала из формочек. Это мероприятие очень веселое. Тут много всего интересного и вкусного. Познавательно, интерактивно и, конечно, очень вкусно. Таким был мастер-класс русской кухни. Кульминацией мероприятия стала дегустация уже готовых блюд. Победители получили памятные призы и сувениры.